Мне 11 лет, солнечное июньское утро, родители ушли на работу и я сел за ком, пока дома никого нет, поиграть в сталкер. Через пару часов по телеку будет шаман кинг, а потом мы с друганами пойдем гулять и будем обсуждать этого самого шамана кинга, сталкер и башить футбол до самой темноты, пока родители не начнут звать нас по домам. Дома уже будет вкусно пахнуть едой и после душа я буду уставший, но довольный ложиться спать. А впереди еще целое лето каникул и сталкер, с момента выхода которого прошло 16 лет, вы только вдумайтесь. За 16 лет уже выросло поколение игроков, у них родились дети и они могут им рассказывать про такую старую игру как сталкер. Давайте сразу же поясним, я сегодня где-то говна накину, где-то буду хвалить, но я обожаю эту игру. Она вызывает у меня кучу разных воспоминаний, потому что в моменты когда я играл в нее в разном возрасте, у меня много чего происходило в жизни. Хотя у меня довольно скучная жизнь, но многие воспоминания почему-то связаны именно со сталкером. Сталкер это один из тех примеров, когда история и лор необычные, глубокие, наполненные тайнами, но нарратив, как эту историю подают, сделан согрехами. Из-за частых переносов и огромной амбициозности проекта мы имеем жутко урезанное повествование. Сюжет в релизе катастрофически раздроблен и сшит как попало. Из него выдраны просто огромные куски, включая многие ключевые моменты. И сегодня я все буду объяснять. Представьте, вы сценарист свалкера и сделали шикарный момент. Убегая из темной долины с документами из X-18, меченый садится в машину и сваливает в темную лощину, встречает новую группировку, а потом на кордон. Вы все просчитали, прописали диалоги и тут вам говорят, что все это будет вырезано. Конечно это стресс, вам теперь нужно заново собирать целый кусок истории, диалоги, удалять упоминания локаций. Несколько месяцев вашего упорного труда просто слили. Так и было со Сралкером, когда в процесс разработки вмешались THQ, то есть издатель. Они увидели, что GSC переносит релиз из раза в раз и начали просто резать по живому. Все, что не доделано к хуям, а все, что готово, оставляем и сшиваем во что-то играбельное. И теперь, чтобы вы понимали, какие амбиции изначально были у разрабов и на какую огромную историю они замахнулись. В конце чистого неба, когда стрелок прорывается в центре зоны во второй раз, его догоняет шрам и отправляет в дурку на колесах. Все, всем пока! Меня в дырку уводят! Ха-ха-ха! После этого мы просыпаемся в берлоге у уборова, у хряка. К этому моменту призрак и клык уже мертвы, и группы стрелка по факту не существуют. Группировка Чистое Небо полностью уничтожена. Пагубное воздействие радиации изменило стрелка настолько сильно, что его уже никто не узнает. Он два раза пробивался к ЧАЭС и выживал, и оба раза обходил выжигатель. Но теперь это сделать не получится. Из-за мега-выброса в конце ЧАЭН ни Рыжего Леса, ни Лиманска уже нет, либо тропы стали слишком непроходимы. Но, все это игроку остается только представлять. В сюжете этого нет, только в записках. И это только маленький кусочек, но вы уже можете вообразить, какое огромное непаханное поле было у сценаристов. Фантазии было где разгуляться. Но имеем дело с тем, что есть. И я сейчас очень подробно разберу этот конструктор, покажу все художественные приемы, которые выбрали сценаристы, как они не смогли в элементарный нарратив, и почему, оставив многие вопросы без ответа, они сделали только лучше. Во-первых, у нас тут беззубый сюжет, если придерживаться моей терминологии. Никаких сомнений и переживаний ГГ, никакой драмы между персонажами. Максимум, что мы можем с ними сделать, это поторговать и задать пару вопросов. Это по сути NPC, а не персонажи. Но не будем с места в карьер. Это вообще будет первое видео, в котором я сначала буду хаять, а потом нахваливать. И начну я неожиданно с квеста по возвращению к проводнику на кордон. Потому как именно этот квест вскрывает кучу проблем игры, и в сценарии, и в опенворлде, и много где еще. Мы идем обратно, по тем же местам, где мы уже были. Всех поубивали, все интересное посмотрели. И тут нет даже намека на какие-то изменения. В любой другой игре, если нас отправляют по хоженным ранее местам, то нам хотят показать что-то. Быть может какие-то последствия после наших действий. Изменения в локациях или персонажах. В общем, должно быть что-то новое, но нового тут вообще нет. Ну ладно, может быть нас отправили потому, что это интересный мир, и по нему можно просто бродить? Ведь во всех обзорах говорят, что тут интересно исследовать этот открытый, живой мир. Начнем с того, что карта здесь полулинейная, с ответвлениями в стороны. То есть, чтобы добраться с янтаря до кордона, нужно вытерпеть 4 загрузки, и сами локации почти линейны. На каждой из них есть, по сути, главная дорога, и рядом с ней раскиданы точки интереса. Хуторы, споты бандосов, иногда они с тайниками, половина из которых пустые, потому что нужно получить наводку, я еще про это поговорю подробнее. Остановимся на точках интереса. Вот коровники с плотями и одной калекой-одиночкой. Вот микрозавод с парой аномалии, пустым тайником. И вот еще один спот уже с псинами. На свалке пустые болота, бетонные блоки с бандосами, и еще бетонные блоки с бандосами, и еще бандосы, да. Вы уже понимаете, да? На агропроме есть... О, заберусь-ка я в этот опасный тоннель, там же явно что-то есть. Да, есть тайник, ага, заебатый тайник. Но пока ты не получишь на него наводку и не появится значок на карте, хуй в него что положат, бля. А вот есть значок на карте, да, но тайник все равно пустой. Это абсолютно наплевательское отношение просто ко всем правилам эксплоринга. Вот радиоактивный дом, в который игрок точно захочет забраться. Он окажется находчивым и аккуратненько подставит ящик, чтобы залезть в окно. Будет ходить внутри и получать тонны радиации, и в тайнике найдет огромный хуй мап-дизайнера-долбоеба, который не поленился и поставил еще один такой же пустой тайник, бля, в соседней комнате. Да, я знаю, что потом тут будет лежать сева. Потом. А сейчас игроку, че, старательно обходить вот эти места, на которые нет наводки? Так а чем же тогда хороши точки интереса? Ведь этот мир должно быть интересно исследовать, да? Уже не так сладко звучат эти слова. И я еще немного говнеца добавлю в эту бочку меда сайдквесты. Именно сайдквестами можно неплохо разнообразить этот полуоткрытый мир. Ведь когда мы отклоняемся от сюжетной линии, мы либо занимаемся исследованием, про него уже сказано, либо сайдами. Какие же здесь сайды охуенные, да? Один краша другого. Найти арт, найти оружие, найти броню, убить мутантов, убить сталкеров, убить сталкеров-мастеров. И даже когда нам дают конкретный маркер, он может быть где-то вообще в ебенях, где мы уже были. И мы, естественно, на иксе чешем по уже изведанным местам, про которые я уже сказал. И вот этот квест на проводника заебатый. Сначала мы бежим на кордон по пустым локам, а потом ебашим в подземелье агропромов во второй раз. И конечно же локи не пустые, нет, там просто заспавнились те же самые враги, которых я уже вычистил под ноль. И в первый раз нам все объяснили, мол бандиты засели в подземки, а военные засели в самом главном НИИ. И в подземелье они спустились уже когда мы там начали шуметь, типа они шли за нами и за кротом, который нам помог до этого. А во второй раз-то что, зачем они там заспавнились, с хера ли им там делать все это время? И бандиты опять, и кровосиси. Понятное дело, что никакой причины наследственной связи нам не дают, что они там делали, чего ждали. Просто разрабы поленились переписать спавнеры, но зато во второй раз отправили игрока в ебеня через кордон и снова в подземку агропрома. А теперь посмотрите на зов Припяти. Там уже была проделана огромная работа над ошибками. Открытый мир совершенно иной, с нормальными точками интереса. Чтобы добраться куда-то, тебе не нужно бежать через 5 линейных локаций. Ожидая 5 загрузок, все точки интереса распределены равномерно, кругом на круглых локах. А база с неписями, откуда игрок скорее всего будет начинать путь, расположена в центре карты. Это идеальная модель взаимодействия игрока с открытым миром. И сайды хорошо проработанные. А сюжет служит неким трамплином. Вначале он не особо интересный, но нас завлекают в сайды. А вот в конце уже сюжет доходит до кульминации, и мы увлечены им. Тут все логично и красиво выстроено. Я начал стримить на ютуб, и анонсы стримов всегда будут в телеге. Кроме того, я заливаю туда всякие обзоры на кроссовки и приколдессы какие-то, поэтому милости просим в телегу. Возвращаемся к теням, и пришла пора обсудить сюжет. Начнем с азов сценаристики, с конфликта. Это самое простое, что можно добавить в свой сценарий и при этом сделать его лучше. Часто вы можете наблюдать конфликт в классической литературе. На конфликте строятся сценарии всех хороших фильмов и игр. Есть некий главный герой, протагонист. И конфликтующая сторона, антагонист. Или несколько сторон. Конфликтовать могут и второстепенные персонажи, как Долг и Свобода. Конфликт обязательно должен быть чем-то обоснован, и конфликтующие время от времени сталкиваются. А ближе к концу происходит кульминация, возможно главное сражение. Попутно все это подкрепляется драмой, интригой, развитием персонажей. Это классика классик. И вот хоть что-то из того, что я сейчас перечислил, вы можете найти в сталкере? Конечно нет, кроме интриги. Сценаристы приняли неоднозначное решение выбрать интригу главным рычагом для повышения интереса игрока. Клондайки артефактов, исполнитель желаний, секретные лаборатории. Даже карта, которую нам показывают сразу, мол вот смотрите, у нас большая карта и наверху куча разных локаций. И в финале вы дойдете до ЧС, все дела. Но вернемся к конфликту. Есть у нас конфликт долгой свободы. Самый очевидный пример. Красное за дисциплину и неисторжение зоны, зеленое за свободу и исследование зоны. И это весь конфликт. Я просто напомню, что это злой и мрачный мир. Военизированный, грязный, анархичный. Где должны поджигать, воровать, убивать, продавать людей, наркоту возможно. И по-любому при таком раскладе появятся рабы и рабовладельчества. И это отлично демонстрирует, например, Киберсрак 2077. Сколько всего грязного и аморального можно было уместить в сюжеты мир так, чтобы они казались настоящими, живыми. Мир, где люди из-за нищеты бросаются во все тяжкие, идут грабить, убивать. Мир, где женщины могут стать шлюхами легко. А в Сталкере даже женщин нет. На территориях, где нет законов и контролирующих органов, всегда будет царить анархия, болезни, нищета. Представьте, сколь многогранно это можно было показать в мире Сталкера. И что в итоге? Долг и свобода. Хе, какой тут конфликт тогда? Выживание для дошколят? А рейтинг у игры, я напомню, 16+. 16+. Она заявлена именно для взрослой аудитории, понимаете? Именно поэтому я считаю Сталкер беззубой игрой. Она экологична, она стерильна и интрига перед чем-то неизвестным и загадочным. Это все, что у нее есть. На фоне всего этого Неписи смотрятся не менее деревянно. Да, именно Неписи. У нас не действующие персонажи, нет. У нас АФК Неписи и мы с ними торгуем. Есть Сидор, есть Бармен, есть Сахарок еще. И все. Остальные просто интерактивные модельки, которые иногда тоже торгуют и на вопросы отвечают, как в Скайриме. Ты ему шаблон, что интересно? А он тебе тоже шаблон из двух предложений. И естественно никаких развернутых диалогов тут нет и подавно. Неписи друг с другом тоже не общаются. Только костровые посиделки, которые сделаны, кстати, очень хорошо, этого не отнять. Это вообще единственная игра, в которой так атмосферно и аутентично реализовали Аники и всю игру на гитаре. А еще от Неписи можно получить сайды. Про их качество уже сказал. И вот теперь, когда мы прошлись по всем вещам, которые влияют на нарратив, пора обсудить главный сюжет. Обычно я делаю это в начале видео, потому что это большая редкость, когда нарративная часть убитая, а сюжет очень даже неплохой. То есть у них по сути только из лора и катсцен получилось собрать классное интригующее повествование, в процессе которого у игрока появляется много вопросов, на которые хочется найти ответ. То есть о чем я говорю? Каким-то чудом, без важных составляющих сюжета, а именно без персонажей, конфликта, диалогов, развития персонажей, у них получилось написать хорошую историю, атмосферную, которая возбуждает у игрока интерес, интригу. Это большая редкость, буквально феномен. Повествование сформировано тремя катсценами в лабораториях и пара диалоговых окон с хряком, барменом, доктором и потом с осознанием. Все, это весь сюжет по сути, а ощущается он довольно объемно, как будто мы пережили целую историю. За это сценаристов, конечно, можно похвалить. А представьте, сколько всего они еще повырезали, как я и говорил, у них были огромные амбиции. Перейдем к стрельбе и физике. Сталкер это одна из немногих игр, где реализовали настоящую физику рикошетов, физику пули, баллистику, рэкдолл всего тела, всех конечностей, предметов и даже физику гильз. Где вы еще такое увидите? Что я имею ввиду под физикой пули? В других играх попадание просчитывается заранее, сразу после нажатия на мышку. А сама пуля фейковая и не имеет осознанной коллижен модели. В Сталкере же попадание засчитывается только после того, как коллижен модель пули попала в тело. Сама пуля является отдельным физическим телом, как граната, на которую влияют внешние факторы, которая может, допустим, столкнуться с препятствием. Это еще один огромный плюс игры. За исключением точности, да, пули летят хер пойми куда. Но в остальном, нареканий по стрельбе и физическому движку у меня нет. Потому что в то время реализовать такую модель поведения патронов и тело NPC было очень сложно. Естественно, появились сопутствующие баги и проблемы, но про это вы знаете. В проблемной локации я еще хочу включить лабораторию под выжигателем, ебучий саркофаг и полчаса охуительных прыжков по порталам. Сначала мне казалось, что это не слишком большая проблема и, может, я что-то не так понял. Но потом я увидел, что на них уже многие жаловались. Видимо, у кратоделов под конец игры кончилась фантазия и они решили надрестать как следует. В выжигателе сначала мы идем по пустым локам минут 10 и убиваем двух говнососов, смотрим катсцену. А потом чешем обратно по тем же местам и убиваем миллионы военных охуденно. Никаких срезок, интересности, интерактивности, естественно, нет. Нет, саркофаги просто напустили на пердели радиации, наспавнили 100 тысяч монолитовцев и типа давай игрок пиздуй вперед. Та же хуйня с порталами. И в итоге на финал у тебя уходит час-полтора со всеми смертями, загрузками и мы в это время дрочим на одинаковых врагов. Ну и наследие. Я думаю, ни для кого не секрет, что сталкер, несмотря на все минусы, оказал огромное влияние на игровую индустрию, сколько всяких сталкер-клонов повыходило, модов, серверов в Майнкрафте даже. Перечислять это все можно до бесконечности и отрицать культовость сталкера будет только полный дебил. У нас осталась музыка и графика, но про них и так уже все все сказали, это на поверхности лежит и что-то новое я тут не найду. Все реально интересное и неоднозначное я уже обсудил. На этом все, я думаю. Не забывайте про телегу, там анонсы стримов, там рафлавидосы мои и там я отвечаю на все вопросы, абсолютно все. Если вдруг что-то случится с каналом, то в телеге мы сможем найтись с вами. На этом все, всем пока.